всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот ажурные весенние слитки данные слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать на размер ноги 3637 но сейчас обязательно перед тем как приступать к вязанию мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков так чтобы вы смогли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги данные слитки у нас будут вязаться без шва по подошве в конце когда мы свяжем всю заготовку нам нужно будет только сшить вот этот задний шов все остальное у нас будет вязаться цельным полотном данные слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать из пряжи alize lana gold метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров по составу это будет идти 51 процент акрила и 49 процентов шерсти и эти слитки я сейчас буду вязать на круговых спицах диаметр три с половиной миллиметра также нам понадобятся две чулочные спицы на них я буду вывязывать вот эту длину мыска если говорить про принцип вязания то в начале мы с вами свяжем манжет видите данные слитки я хотела чтобы у меня были такие более короткие поэтому здесь этот манжет я связала всего лишь на три рапорта если вы хотите чтобы они были повыше то этих рапортов вы можете провязать больше количество петель которые я набирала на эти слитки в принципе до размера где-то сорок первого смело можете вязать как и в мастер-классе если вы будете вязать из аналогичной пряжи и аналогичным номером спиц если вы будете использовать другую пряжу или ваша плотность будет отличаться от моей то в этом случае я рекомендую связать образец данным узором и измерить плотность вашего вязания подробный мастер-класс как вяжется этот узор есть у меня на моем втором канале и ссылочку на это видео по вязанию данного узора я вам оставлю ниже в инфобоксе далее вы должны измерить вашу ногу вот в самом широком месте то есть обычно это будет вот это вот место где у нас идет большая косточка и плотность вашего вязания умножить на вот этот размер скажем так сантиметрах это для того чтобы рассчитать плотность вашего вязания количество петель которые вы должны будете набрать для вязания данного узора должно быть кратное 4 плюс 2 петли кромочные после того как мы свяжем манжет мы приступим к вывязыванию вот этого маска и вот как раз таки длиной этого маска мы и регулируем размер данных следков то есть если следки вам нужны на больший размер ноги то длину этого маска вы должны провязать больше сантиметров вот именно в длину нежели я показываю в мастер-классе процессе вязания каждую из деталей я измеряю сантиметрах для того чтобы вам ориентироваться не только на количество провязанных рапортов но и на количество сантиметров которые у нас получается каждая из вот этих деталей далее когда мы свяжем мысок мы приступим к вывязыванию подъема после чего будем приступать к вывязыванию подошвы поэтому друзья надеюсь вам нравится данные следки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу спицы и приступаем к вязанию для вязания следков мы сейчас должны набрать на спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста 42 петли петли я набрала и мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда первый ряд у нас будет начинаться вязаться с изнаночной стороны поэтому смотрите первую кромочную петлю я сейчас снимаю и далее распределяем наши петли после кромочные петли следующую петлю я провязываю лицевой 1 петля лицевая далее я должна провязать 2 петли изнаночных после чего следующих 2 петли я провязываю как 2 петли лицевых и 2 петли изнаночных и опять 2 петли лицевых 2 петли изнаночных так мы сейчас завязываем 1 изнаночный ряд до конца провязывая 2 лицевых и 2 изнаночных петли в конце ряда я провязала 2 петли изнаночных далее я провязываю в конце одну петлю лицевую и одну петлю изнаночную и это мы с вами сейчас провязали 1 изнаночный ряд далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны приступаем к вязанию 2 лицевого ряда первую кромочную петлю я снимаю далее провязываю одну петлю изнаночную и вот у нас идут сразу две лицевых петли я провязываю одну петлю лицевую далее я делаю накид рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя и еще одну петлю провязываю лицевой 2 петли у нас дальше идут изнаночных и опять одна петля лицевая накид и еще одна лицевая петля далее 2 петли изнаночных еще раз лицевая петля накид и еще одна лицевая петля и 2 петли провязываем изнаночных по рисунку таким образом заканчиваем вязать 2 лицевой ряд в конце ряда у нас остается 2 вот петли я провязываю одну петлю изнаночную и вторую петлю я также провязываю изнаночной петлей и это мы с вами провязали 2 лицевой ряд далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону из изнаночной стороны приступаем к вязанию 3 изнаночного ряда первую петлю я снимаю далее я провязываю вот лицевую петлю лицевой и сейчас у нас смотрите идет изнаночная петля накид который мы делали и еще 1 изнаночная петля вот этих 3 петли мы должны сейчас провязать как смотрите вот одна изнаночная петелька накид мы также провязать должны сейчас изнаночной петлей за переднюю длинную стенку так чтобы у нас здесь образовывалась вот дырочка и 3 изнаночная петля 2 петли лицевых их мы и провязываем лицевыми далее 3 петли изнаночных накид мы также вот провязываем изнаночной петлей за переднюю длинную стенку 2 лицевых 3 петли изнаночных то есть таким образом провязывая 2 лицевых и 3 изнаночных петельки довязываем 3 изнаночный ряд до конца 4 лицевой ряд 1 кромочную петлю я сейчас снимаю и в четвертом лицевом ряду мы сейчас должны провязать все петли по рисунку то есть вот петля идет изнаночная и и я провязываю изнаночной соответственно далее у меня идут 3 лицевых петельки 1 2 и 3 опять две петли изнаночных они у меня так здесь и идут по рисунку 3 петли лицевых то есть таким образом мы продолжаем вязать до конца 4 лицевой ряд провязывая все петли по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными 5 изнаночный ряд первую кромочную петлю я просто снимаю и далее в пятом изнаночном ряду здесь также все петли мы должны провязать по рисунку то есть вот лицевые петли мы провязываем лицевыми изнаночные петли я провязываю изнаночными то есть вот две петли у нас будут идти лицевых 3 петли изнаночных и опять 2 петли лицевых 3 петли изнаночных таким образом мы заканчиваем вязать конца 5 изнаночный ряд провязывая все петли по рисунку 5 изнаночный ряд я провязала вязание перевернула сейчас на лицевую сторону и с лицевой стороны приступаем к вязанию 6 ряда основного узора 1 кромочную петлю я сейчас просто снимаю далее провязываю одну петлю изнаночную и вот у меня идут сразу 3 лицевых петельки сейчас правую спицу я вставляю в третью вот петлю 1 2 3 справа налево далее аккуратно вынимаю левую спицу из 3 петель и вот за работой подхватываю первую и вторую петлю обратно на левую спицу далее вот эту третью петлю я также возвращаю вот перед работой на левую спицу после чего провязываю одну петлю лицевую и вот этих 2 петельки мы также должны провязать лицевой петлей но 2 вместе вот я их провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку вот таким вот образом далее у меня идут 2 петли изнаночных и сейчас вот здесь где у нас идут 3 лицевых петельки мы также должны сделать перекрещивание то есть правую спицу я вставляю в третью петлю справа налево левую спицу аккуратно вынимаю из трех петель и за работой подхватываю обратно на левую спицу первую и вторую петлю третью эту петлю которая у нас находится на правой спице я также возвращаю обратно на левую спицу после чего провязываю одну лицевую петельку и следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе лицевой петлей и опять две петли изнаночных еще раз давайте покажу то есть правую спицу вставляю в третью петельку и левую спицу вынимаю подхватываю за работы на левую спицу первую и вторую петельку третью петлю вперед вот перемещаю на левую спицу и провязываю одну петлю лицевую и следующих 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей 2 петли изнаночных таким образом мы заканчиваем вязать 6 лицевой ряд делая перекрещивание вот в тех местах где у нас идут три лицевых петельки и так я закончила вязать 6 лицевой ряд вот как раз таки 6 провязанных рядов это и есть рапорт нашего узора в высоту то есть далее мы повторяем наше вязание вот как раз таки с первого изнаночного ряда по 6 лицевой ряд включительно и так я сейчас этот манжет буду вязать 3 раппорта просто смотрите сейчас мы начнем провязывать первый ряд 2 раппорта вместе далее продолжите вязать этот манжет самостоятельно вот как раз таки повторяя эти шесть рядов которые только что мы с вами вместе провязали то есть сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю и далее у меня идет одна петля лицевая 2 петли изнаночных далее 2 петли лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых и 2 петли изнаночных то есть таким образом продолжаем вязать вот как раз таки нужную высоту этого манжета самостоятельно дальше повторяя эти шесть рядов итак смотрите вот я провязала высоту манжета 3 раппорта теперь смотрите рабочая нить у меня расположена соответственно с этой стороны сейчас вязание я переверну на изнаночную сторону из изнаночной стороны получается провяжу первый ряд 4 раппорта на этом я и закончу вязать мой манжет то есть сейчас все петли в этом ряду в изнаночном и вяжем по рисунку лицевые петли я провязываю лицевыми изнаночные петли я провязываю изнаночными итак теперь вот смотрите я провязала изнаночный ряд и это вот получается вся высота моего манжета и если в сантиметрах общая высота у меня получается вот ровно восемь сантиметров поэтому как я и говорила если вы хотите чтобы данные слитки были повыше то есть вот именно этот манжет то можете провязать большее количество раппортов но я сейчас буду сразу приступать к вывязыванию маска смотрите мысок я сейчас буду вязать из центральных 14 петель поэтому смотрите 42 петли которые я набирала на спицы минус 14 петель центральная часть и остальные петли я делю на две боковые части и это у меня сейчас получается 14 петель 1 боковая часть 14 петель мысок и 14 петель 2 боковая часть поэтому я сейчас беру вязание лицевой стороной вверх вот с этой стороны расположена моя рабочая нить и я просто переснимаю не провязывая 14 петель это петли 1 боковой части 14 петель я пересняла и далее я беру чулочную спицу и на эту чулочную спицу я сейчас переснимаю 14 центральных петель мысок я сейчас буду вязать на 2 чулочных спицах 14 петель вот центральных я пересняла и теперь смотрите беру вот эти круговые спицы я откладываю и сейчас мы должны взять нить или от 2 моточка или из середины мотка так как здесь я сейчас в данном случае ниточку обрывать не буду и вот вторым кончиком из середины моточка я дальше буду продолжать вязать длину маска для этого вот как раз таки я беру нить из середины моточка вторую чулочную спицу и беру мое вязание лицевой стороной вверх так как мы с вами сейчас провязали вот с изнаночной стороны как бы вот первый ряд 4 раппорта поэтому вот лицевая сторона кончик просто прикладываю краю никаких закрепляющих узелков я не делаю и первую петлю я сейчас провяжу лицевой так как у нас идет присоединение нити и теперь смотрите если мы сейчас посмотрим на наше вязание у нас в центре идут два вот этих жгута и как бы идут вот два жгута по боковым частям с учетом того что первая петля у нас будет являться кромочной и последняя петля у нас будет являться кромочной то вот здесь и вот здесь в этих местах эти жгуты я вывязывать не буду то есть сейчас у меня будут идти только вот здесь два жгута по центральной части поэтому здесь у меня будет эти первая кромочная петля далее здесь в лицевом ряду следующую петлю я всегда буду провязывать лицевой и 2 петли изнаночных это по рисунку и вот здесь мы продолжаем вывязывать наши жгуты то есть одна лицевая накид 1 лицевая петля 2 петли изнаночных и опять лицевая накид и еще одна лицевая петля 2 изнаночных 1 лицевая и кромочную последнюю петлю я провязываю здесь изнаночной петлей и это мы с вами получается провязали второй ряд основного узора далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны вяжем получается 3 изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю далее 1 петля изнаночная 2 петли лицевых 3 петли изнаночных 2 петли лицевых 3 петли изнаночных 2 петли лицевых изнаночная и последняя кромочная также провязываем изнаночной петлей вязание перевернула сейчас я на лицевую сторону с лицевой стороны сейчас буду приступать к вязанию 4 лицевого ряда первую кромочную снимаю 1 лицевая 2 петли изнаночных и 3 петли лицевых то есть все петли в четвертом лицевом ряду мы вяжем по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны в пятом изнаночном ряду мы продолжаем вязать все петли по рисунку лицевые провязываем лицевыми изнаночные петли провязываем изнаночными 6 лицевой ряд кромочную снимаем 1 лицевая 2 изнаночных и делаем здесь сейчас перекрещивание то есть вставляем правую спицу в третью петельку левую спицу снимаю из трех петель и за работой подхватывают две петли первую и вторую далее провязываю вот сначала третью петлю лицевой и следующих две петли провязываем 2 вместе также лицевой петлей 2 изнаночных и снова здесь делаем перекрещивание подхватываю перед работой третью петельку левую спицу вынимаю возвращаю обратно на левую спицу первую и вторую петлю подхватив их за работой далее третью петлю возвращаю также на левую спицу и провязываю лицевой петлей следующих две петли провязываю 2 вместе лицевой петлей далее 2 изнаночных 1 лицевая и кромочную петлю провязываю изнаночной и это мы с вами провязали получается 6 лицевой ряд то есть дальше опять наше вязание будет повторяться с 1 изнаночного по 6 лицевой ряд включительно и так мы вяжем вот этот мысок на нужную длину длиной этого мыска мы и будем регулировать размер наших следков как я сказала в мастер-классе эти слитки я сейчас вяжу на размер 36 37 и смотрите здесь я провязывала получается 3 рапорта относящиеся именно к манжету и далее смотрите раз два три 4 5 рапортов мы должны провязать с вами просто ровным полотном здесь в последнем шестом рапорте я буду убавлять петли соответственно смотрите если данные слитки вы вяжете на размер больше то вяжем все точно таким же образом только добавляем соответственно длину этого мыска но мы ориентируемся в первую очередь не на количество вот этих провязанных рапортов а на количество сантиметров которое вот получается в итоге наша заготовка поэтому я сейчас самостоятельно провяжу то есть один рапорт мы провязали то есть еще соответственно я сейчас провяжу вот раз два три четыре рапорта вот этот последний рапорт мы с вами будем провязывать вместе поэтому и на этом этапе до убавок я вам измерю общую длину мыска и после убавок я вам измерю вот общую итоговую длину мыска так чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рапортов но и на количество нужных нам сантиметров поэтому дальше продолжаем вязать мысок вот поворотными рядами самостоятельно из вот этих 14 петель и так смотрите вот я провязала длину мыска до убавок и это длина в ровном не растянутом виде у меня сейчас получается так смотрите где-то ну вот около 13 сантиметров то есть здесь у меня сейчас получается 3 рапорта узора относящиеся к манжету и 5 рапортов узора относящиеся к мыску далее вязание я разворачиваю на изнаночную сторону мы с вами будем сейчас приступать к вязанию шестого рапорта и в лицевом ряду начинать будем делать убавление петель поэтому первую петлю я снимаю и вяжем получается первый ряд 6 рапорта в первом ряду здесь мы все петли провязываем по рисунку то есть кроме изнаночные 2 лицевых две петли изнаночных 2 лицевых и 2 петли изнаночных второй лицевой ряд первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее смотрите идет у меня лицевая и изнаночная петелька их я сейчас провяжу вот лицевую и изнаночную петлю 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку или наклоном вот получается в левую сторону далее у меня идет одна петля изнаночная лицевая накид и еще одна лицевая петля 2 изнаночных и опять лицевая накид и еще одна лицевая петля далее одна петля у меня идет изнаночная и вот у меня идет изнаночная и петелька сейчас смотрите я пересниму изнаночную петлю для того чтобы перевернуть вот эту лицевую петельку то есть нам нужно так чтобы правая стенка этой лицевой петли сейчас располагалась вот перед работой далее изнаночную петлю я возвращаю обратно на левую спицу после чего лицевую и изнаночную петлю сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку или наклоном вот в правую сторону последнюю кромочную провязываю изнаночной далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны провязываем вот все петли по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными это 3 изнаночный ряд 4 лицевой ряд первую кромочную петлю я снимаю и далее опять лицевая плюс следующая изнаночная петля мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку далее 3 петли у нас идут лицевых 2 петли у нас идут изнаночных и 3 петли лицевых и здесь осталось три последних петельки опять переснимаю изнаночную петлю для того чтобы перевернуть вот эту лицевую петельку переворачиваю так чтобы правая стенка располагалась перед работой изнаночную петлю возвращаю обратно на левую спицу после чего изнаночную плюс следующую вот лицевую петлю мы сейчас про вяжем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку или наклоном в правую сторону последнюю кромочную провязываю изнаночной петлей вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны это мы вяжем получается 5 изнаночный ряд и здесь все петли мы вяжем по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными 6 лицевой ряд первую кромочную петлю я сейчас снимаю далее провязываю сейчас смотрите одну петлю лицевую и сейчас мы сделаем здесь снова перекрещивание смотрите справую спицу я вставляю в третью петлю вот справа налево левую спицу из трех петель вынимаю и за работой подхватываю первую и вторую петельку третью петлю сейчас переснимаю обратно также на левую спицу и провязываю одну петлю лицевую это получается третья петля и следующих две петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей и теперь смотрите вот у нас в центре осталось 2 изнаночных вот здесь петельки которые разделяют наши жгуты сейчас этих 2 изнаночных петли я провяжу 2 вместе вот изнаночной одной петлей далее опять здесь сделаем сейчас это перекрещивание лицевая 2 вместе лицевой петлей и 1 лицевая в конце ряда последняя кромочная изнаночной петлей это мы сделали все наши убавления и провязали всю длину мыска единственное сейчас я вязание перевернув на изнаночную сторону и с изнаночной стороны сейчас все петли провяжу по рисунку то есть изнаночная 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 дальше 1 лицевая и все остальные изнаночные все это я провязала вот всю длину мыска здесь теперь ниточку мы можем уже обрезать она нам больше не нужно и смотрите общая длина мыска в ровном не растянутом виде сейчас у нас получается где-то примерно около вот 16 сантиметров сейчас мы с вами сразу будем приступать к вывязыванию подъема поэтому сейчас смотрите вот мои круговые спицы и я сейчас должна вернуться в начало нашего вязания то есть вот петли мыска я откладываю и возвращаю петли обратно вот от первой боковой части на левую спицу то есть я их обратно переснимаю не провязывая вот таким образом сейчас выглядит моя заготовка теперь смотрите мысок я откладываю и смотрите подъем я сейчас буду вязать платочной вязкой поэтому я беру вязание вот здесь где мы закончили вязать манжет ниточку как я говорила я не обрывала и сейчас просто лицевыми петлями я провяжу петли первой боковой части то есть 14 петель лицевыми петлями то и дальше вот этот основной узор мы вывязывать больше не будем 14 петель лицевых я провязала включая последнюю петельку и теперь смотрите вдоль вот этого маска мы сейчас с вами должны будем поднять петли теперь давайте разберемся сколько петель мы с вами должны будем поднять количество петель которые мы с вами будем должны здесь поднять будет равно количеству кромочных как раз таки петель то есть начинаем считать эти кромочные петли вот как раз от этой петельки вот она у нас находится где мы присоединяли нить и теперь мы по порядку должны пересчитать все эти кромочные петли 3 4 5 6 7 15 16 17 и вот здесь 18 петля то есть вот здесь я сейчас должна буду поднять 18 петель плюс одну петлю я сейчас подниму вот смотрите вот вот у нас эта петелька где мы присоединяли нить то есть вот в этом промежутке я еще подниму дополнительно одну петельку так чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек то есть всего вдоль вот этой боковой части я сейчас подниму 19 петель вдоль вот этой боковой части я также подниму это же количество петель то есть 19 здесь у нас получается 14 петель 14 петель и в центральной части здесь у нас осталось всего 9 петель поднимать эти петли можете или сразу на спицу неудобно если вдруг будет то можете помогать себе крючком то есть вот здесь так вот у нас тут первая петелька далее вот у нас идет петля где мы присоединяли вот нить здесь вот у меня будет идти сразу вторая петелька кончик подтягиваем третья петелька четвертая петля поднимаем петли за две стенки кромочной петли 5 6 вот наша кромочная петля 78 и так далее то есть до спицы всего мы должны поднять 19 петель вот в моем случае и так вдоль вот этой боковой части я сейчас подняла 19 петель далее лицевыми петлями я провязываю вот эти центральные 9 петель с чулочной спицы то есть все эти петли я сейчас провязываю лицевыми лицевая лицевая последнюю кромочную то я также провязываю сейчас лицевую петлю и чулочные спицы мы можем уже отложить и теперь получается вдоль вот этой боковой части мы сейчас также должны будем поднять эти же 19 кромочных петель то есть вот у нас идет раз два три дальше вот 4 5 и так далее то есть поднимаем 19 петель и лицевыми петлями провязываем петли вот эти боковой вот этой второй части последнюю вот здесь кромочную петлю мы провяжем изнаночные и так вот я подняла и провязала все петли и на спицах у меня сейчас вот в моем случае расположена 75 петель из этих 75 петель мы и будем дальше продолжать вязать подъем то есть далее вязание мы разворачиваем получается на изнаночную сторону и с изнаночной стороны вот по кругу мы вяжем все петли лицевые так как я сказала подъем я сейчас буду вязать платочной вязкой всего этот подъем я буду провязывать так чтобы у меня было всего в итоге 5 платочных дорожек или это будет равняться 10 провязанным рядам то есть сейчас когда мы с вами провяжем вот этот изнаночный ряд у нас вот уже получится 1 платочная дорожка таким образом смотрите вяжем как я сказала подъем лицевыми петлями и в лицевом и в изнаночном ряду всего 10 рядов этому сейчас изнаночной стороны вяжем получается уже второй ряд и получаем одну платочную дорожку смотрите подъем этот я буду вязать смотрите раз два три платочные дорожки или 6 рядов нитью розового цвета далее ниточку вот с лицевой стороны когда у нас будет уже три провязанных платочных дорожки я обрезаю единственное обрезаем эту нить чуть подлиннее так как в конце этой нитью мы сошьем вот эту часть шва после чего берем нить контрастного цвета если вы будете вязать слитки также цветные как и я и еще 4 ряда лицевой изнаночной лицевой и изнаночной мы провяжем нитью контрастного цвета так чтобы в итоге у нас получилось вот раз два три 4 5 платочных дорожек далее я сейчас подключусь и мы с вами вместе будем приступать к вывязыванию подошвы и так смотрите вот я провязала всю вот эту высоту подъема и смотрите если в сантиметрах высота этого подъема у меня получается ну вот где-то два с половиной провязанных сантиметра теперь мы с вами будем приступать к вывязыванию подошвы подошву я сейчас буду вязать из центральных 13 петель на спицах всего здесь у меня расположена как я говорила 75 петель поэтому 75 петель минус 13 петель подошва и оставшиеся петли мы делим на две боковые части и это у меня получается 31 петля у меня уходит на одну боковую часть 13 петель подошва и 31 петля на вторую боковую часть поэтому я сейчас беру мое вязание лицевой стороной вверх беру вот нити василькового цвета и теперь лицевыми петлями я провяжу так чтобы вот на правой спице всего вместе с кромочной у меня было тридцать одна петля раз два три 4 5 шесть и так вот на правой спице всего я провязала тридцать одну петлю и вот как раз таки следующих 13 петель это будут идти петли подошвы поэтому сейчас мы дальше продолжаем вязать лицевыми петлями петли подошвы обязательно сейчас мы их подсчитываем то есть вот первая петля подошвы лицевая 2 3 4 5 вот 12 петля и вот осталось у меня здесь 13 вот петля подошвы и дальше идут петли 2 боковой части когда мы вяжем наш следок держа его лицевой стороной вверх последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей после чего вязание сразу переворачиваем на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и далее все остальные петли вот я провязываю сейчас также лицевыми это получается я сейчас должна провязать вместе с кромочной 12 петель то есть вот 11 и 12 петля и здесь у меня опять остается 13 петля подошвы и первая петля боковой части когда мы вяжем следок держа его вот изнаночной стороной вверх эти две петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей после чего вязание я сразу переворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны первую кромочную петлю опять снимаем и вяжем опять петли подошвы в тот момент когда мы и с одной и другой стороны уже убавили петли хотя бы один раз вот это расстояние она четко видно то есть видно что здесь у нас идут петли подошвы и здесь у нас идут петли боковой части то есть опять мы сейчас получается провязываем 12 петель не довязывая последнюю тринадцатую петлю и вот идет последняя петля подошвы и первая петля боковой части с лицевой стороны этих две петли мы сейчас про вяжем 2 вместе изнаночной петлей и вязание снова я сейчас перевернула на изнаночную сторону и с изнаночной стороны опять провязываем петли подошвы и здесь также последнюю 13 петлю провязываем вместе с петлей от боковой части 2 вместе лицевой петлей это вот именно с изнаночной стороны если то есть таким образом мы дальше продолжаем вязать подошву убавляя в конце каждого ряда и лицевого и изнаночного одну петлю от боковой части так мы вяжем эту подошву как раз таки до тех пор пока в конце от вот этих боковых частей у нас не останется по 5 петель то есть 5 петель с этой стороны и 5 петель вот от второй боковой части и так смотрите вот я провязала длину подошвы до тех пор пока от боковых частей с одной и соответственно с другой стороны у нас не останется по 5 петель теперь на этом этапе мы также дальше продолжаем убавлять петли боковых частей то есть в конце каждого ряда только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять и петли подошвы поэтому я сначала вот сейчас провязываю петли подошвы лицевыми не довязывая в до конца этого ряда 3 петель именно подошвы то есть у нас здесь остается 3 петли подошвы и 5 петель боковой части первую и вторую петлю подошвы я сейчас провязываю сейчас 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей то есть в конце вот лицевого ряда я сейчас убавила 2 петли одну петлю подошвы и одну петлю вот боковой части далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны опять вот первую петлю снимаю далее провязываю все петли лицевые не довязывая опять до конца этого ряда 3 петель подошвы то есть вот остается 5 петель боковой части и 3 петли подошвы первую вторую петлю подошвы я сейчас провяжу здесь 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части я провяжу также 2 вместе лицевой петлей опять в конце изнаночного ряда мы убавили две петельки одну петлю подошвы и одну петлю боковой части то есть таким образом мы заканчиваем вязать подошву и на этом этапе в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли одну петлю подошвы и одну петлю боковой части в конце лицевого и в конце изнаночного ряда и так смотрите давайте с изнаночной стороны провяжем последний ряд вместе то есть от боковых частей вот с этой стороны я уже убавила все петли здесь с изнаночной стороны первую петлю я сейчас снимаю далее первую вторую петлю сразу же вот здесь я провязываю сейчас 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части я сейчас провяжу также 2 вместе лицевой петлей и на спицах у меня сейчас осталось только 3 петли подошвы первую кромочную петлю я сейчас просто сниму и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей и петельку первую возвращаю обратно далее сразу же вот этих 3 петли я провяжу сейчас 3 вместе лицевой петлей далее петельку вытаскиваю подлиннее и спицы можно отложить далее ниточку вот здесь от моточка мы можем обрезать теперь вот эту петельку которую я вытаскивала подлиннее я беру ее и просто вытаскиваю теперь смотрите вот этот уголок я сейчас сошью нитью василькового цвета далее мы оденем в иголку с большим ушком вот эту нить розового цвета и закончить сшивать наш следок я буду вот как раз таки этой нитью розового цвета поэтому сейчас вот этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком и теперь смотрите у нас здесь провязана 2 платочные дорожки на том участке где у нас будут идти платочные дорожки сшивать наши слитки я буду вот как раз таки за первую петлю от платочной дорожки то есть не за кромочные петли а за платочные дорожки и за первую петлю иголку я вставляю справа налево сначала с одной стороны в первую петлю от платочной дорожки и затем иду на обратную сторону вот идет наша первая платочная дорожка и первая петля здесь также иголку я вставляю справа налево 2 платочная дорожка и первая петля справа налево здесь и затем здесь справа налево далее мы в эту иголку должны одеть вот этот кончик и теперь смотрите здесь у нас еще идет три платочные дорожки вот нитью розового цвета мы сшиваем эти три платочные дорожки сначала с одной и затем с другой стороны вставляя иголку справа налево в первую петлю вот от платочной дорожки далее когда у нас вот этот участок подъема закончился и идет основной узор здесь этот участок я буду прошивать за кромочные петли вставляя иголку вот в одну кромочную петлю я вставила и в соседнюю петлю кромочную справа налево иголку вынимаю сначала с одной затем с другой стороны также в кромочные петли справа налево в одну вставляем соседнюю иголку выводим справа налево здесь и затем вот здесь при сшивании обязательно контролируем чтобы вот здесь два края полотна у нас ровно сошлись и так вот я прошила весь этот шов до конца теперь вот эти кончики мы должны спрятать вдоль вот этого шва по изнаночной стороне далее мы наши слитки должны вывернуть на изнаночную сторону и все кончики которые у нас есть мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом и вот друзья после того как по изнаночной стороне мы спрятали все кончики наши следочки полностью готовы вяжутся они просто и быстро смотрится красиво и эффектно поэтому друзья если вам понравилось данное видео обязательно поддержите его пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал ну а мы с вами сейчас будем прощаться обязательно встретимся с вами в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока